Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в преддверии шабата. И поэтому я бы вам хотела предложить одно из блюд, которое легко приготовить, которое всегда вкусное, и которое очень часто готовят, даже не часто, а всегда готовят на праздничные столы на Кавказе, Средней Азии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Армении. И это блюдо называется плов. Итак, начнем. Для того, чтобы нам приготовить вкусный плов, нам не подойдет обыкновенная кастрюля. Нам нужен казан. Ставим казан на плиту. Наливаем растительное масло, в данном случае это кукурузное масло. Пока масло греется, мы нарезаем лук. Мы нарезаем его не тонко, мы нарезаем его кукурузным. Кулов очень любит лук. Поэтому лук мы не жарим. Лук мы не зажариваем. Лук должен слегка подрумяниться и стать мягким. Остальной лук мы режем тоже полупольцами, но уже более тонкими. Он нам понадобится гораздо больше, пока плов уже будет готов. Пока лук пассируется, мы должны приготовить морковь. Морковь не режем мелко. Если вы когда-то попадете в гости на Касказ или Среднюю Азию, в какой бы дом вы ни зашли, вас сначала угостят с чаем и с сухофруктами. И наряду с традиционными блюдами, такими как манты, бешпармак, самса, вам обязательно подадут плов. Так вот, плов с Средней Азией традиционно едят руками. Именно поэтому я предложила вам назвать наш плов. Пальчики обрежешь, чтобы масло не грызгалось. Пойдем туда морковочку. Традиционно, опять же, на Кавказе и Средней Азии плов готовят в бане. И вместе с мясом, уже тогда, когда пропассировался лук и морковь, кладут курдюк, то есть жир. Плов становится сочным, рассыпчатым. Для того, чтобы наш плов получился сочным и рассыпчатым, мы отморили заранее мясо. И у нас здесь уже стоит бульон готовый. Мясо порежем на кусочки. Все перемешиваем. Мы срезаем барбарис. Учитывая то, что наше мясо практически готово, мы сыпем рис. Когда мы уже рис засыпали в мясо, нам нужно для пряности, для вкуса и для цвета добавить куку, которую мы уже приготовили заранее, паприку. Можно также добавить томат. И потом мы все заливаем бульоном. Если нам не хватает бульона, мы доливаем воды и ждем, когда наш плов закипит. Итак, сейчас мы сыпем куркуму. Куркума много не нужно. Сыпем бакрику и добавляем томат. Сейчас мы это все зальем бульономчиком и размешаем. Жидкость должна закрывать на два пальца рис. Мы видим, что жидкости у нас малова. И доливаем воду. Для пряности, для вкуса, для запаха можно добавить перец горошек. Добавляем так же соль. Чеснок кладут в плов прямо в таком виде. Мы должны дождаться сейчас, чтобы наш плов сильно закипел. То есть мы не закрываем казан крышкой до тех пор, пока плов не закипит сильно. У нас есть свободное время, и мы можем дорезать наш лук тонкими полукольцами. На готовый плов очень вкусно, когда будет сверху посыпан не просто лук, а лук, который вы заранее промариновали. Либо вы его маринуете в уксусе, либо вы маринуете в лимон. Проверим плов. Что у нас происходит сейчас с кастрюлей. Может быть нам пора ее закрыть, и немного убавит газ. Когда плов начинает интенсивно кипеть, мы уменьшаем газ. И накрываем плотной крышкой. И в таком состоянии наш казан должен оградиться 20-30 минут. И продолжаем заниматься нашим луком. Для того, чтобы лук хорошо промариновался, лучше слегка его помять. Чтобы лук пустил свой сок, выпустил горечь, и смог впитать сюда тот лимонный сок, который мы сейчас выделили. Все, и дожидаемся, когда наш лук промаринуется. К тому времени, когда будет готов плов, будет готов и лук. 20 минут истекает. И давайте мы сейчас проверим, что же происходит в нашем казане. Можно даже слегка приоткрыть. Вы видите, вся вода впиталась рисом, чесноком. На нашем столе есть лук-порей. Я предлагаю его порезать тонкими колечками и посыпать сверху плов. Пока плов еще не совсем готов, мы должны дать ему порезу, ему ложка попариться. Высыпаем это все в кострюльку. Плов уже готов. Буквально через несколько минут мы будем с вами высыпать его уже в блюдо. Закрыл крышечкой, дадим порезу немного пропариться. Наш плов готов. Мы приглашаем вас к столу. У нас есть приготовленное блюдо, которое мы сейчас перевернем кастрюлю с пловом. Прежде чем мы перевернем кастрюлю, я предлагаю вам достать пропитанный бульончиком мясный чесночок. Берем блюдо, накрываем кастрюлю и пытаемся очень осторожно перевернуть. Разровняем наш плов. Уместим чесночок. И посыпаем маринованным луком. Присоединяйтесь к вам. А мы сейчас приступаем к ужину. Добро пожаловать! Субтитры подогнал «Симон»!